Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу три основные ошибки, которые допускают визажисты при макияже глаз. Один я покажу глаз, как правильно делать, а второй, как неправильно. Первая ошибка, которую допускают визажисты, это под все тени базы они наносят консилер. И следом на консилер сразу же наносят спарклы. Если спарклы нанести на что-то жидкое, то со временем они у вас просто скатаются. Вот как я сейчас показываю, наносим консилер, а потом спарклы. Вот так делать не нужно. Кроме того, у вас могут быть венки, либо другие цветовые пятна, которые будут через спаркл просвечиваться, потому что вы его наносите, по сути, просто на кожу. Правильно изначально нанести базу под тени. У меня это P.Luis. Далее закрепить тенями, либо матовыми, либо сатиновыми. Я закреплю сатиновыми с цветом, для того, чтобы, видите, сразу эту зону еще больше высветлить, и она у нас будет в акценте. После рекомендую нанести базу под глиттер. Она будет более липкой текстурой, на нее очень хорошо прикрепится все наше сияние. И далее уже наносим сияющие тени. Вы видите, они ложатся намного и плотнее, и будут реально держаться весь день. Потому что ваша задача сделать не только макияж, который будет держаться полчаса, но и чтобы невеста у вас еще утром была свежа. Основные ошибки при построении глаза. Сильно задираем внешний угол. Видите, открываем глазки. То есть он получается очень задрот. Дальше. Опускают верхнюю линию, подвижную веку. То есть у нас увеличивается количество света под бровью. Это значит, глаз будет завален. И еще одна ошибка. Это когда прорисовывают тень под нижними ресницами. И прорисовывают ее совсем-совсем чуть-чуть. И получается, если есть объем такой, как у Маякати, этот объем кажется нижним объемом, а просто припухлостью. Я сейчас взяла помаду и прорисовываю форму помады. Вот так делать неправильно. Неправильно, когда мы не захватываем весь нижний объем. Неправильно, когда у нас увеличивается количество света под бровью. И неправильно, тогда, когда у нас очень задрот внешний угол. Как делать правильно? Наша задача увеличить глаз. То есть перенести внешний угол глаза чуть-чуть дальше. И мы тем самым увеличиваем глаз. Дальше захватываем весь нижний объем. Смотрите, видите, вот он объем. Мы его захватываем абсолютно весь. Таким образом мы увеличиваем глаз. И верхнюю зону я прорисовываю ровно, чтобы она у меня не заваривалась. И оттушевываю наверх. Проверяю количество света под бровью, чтобы оно было одинаковое. Сейчас я закреплю один и второй глаз просто тенью, для того, чтобы моя жирная текстура не двигалась. И дальше покажу вам третью основную ошибку, которую допускает визажист. И третья основная ошибка – это неправильно прорисование стрельки. Когда ведут полностью до конца ресничного края. От начала до конца. И потом чуть-чуть приподнимают наверх. В такой ситуации у нас глаз заваривается. Как я рекомендую. У нас есть такой полуовал, который разъединяет подвижное и неподвижное веко. И найти центр этого полуовала, и сюда мы выйдем стрелкой. От наивысшей точки мы ведем в эту зону линию. Видите, у меня глаз в направлении сразу приподнимается. И далее заполняем. Для полного понимания результата накрасим ресницы тушью и нанесем во внутренний угол глаза хайлайтер. Ну и, конечно, вы сравните, как правильно и как неправильно. Если что, мы переписываем этот новый дубль, потому что в слове информация, да, или в каком? Полезно. Полезно. Я картавлю. Надеюсь, информация для вас была полезна. Если вам нравится такой формат видео, пишите в комментариях. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!